Слово «сапожник» Слово «сапожник» по традиции вышло где-то с дореволюционных времен. Сапожник считался человек, который всегда имел хлеб. Всегда имел хлеб и масло, наверное. До революции, после революции, сапожники, портные, парикмахеры – это были люди профессии, которые себя кормили. Сапожник, сапожник. Но потом понятно, что сапожник – это человек, который умеет все делать. И медленно, но качественно. Потом, когда началась развиваться промышленность, когда началось разделение труда, уже пошли не сапожники, пошли бувщики. То есть специализация на каком-то определенном участке. Поэтому ничего страшного. Если раньше говорили, пленка в кинотеатре порвалась, о, сапожник, сапожник, что там. А сейчас уже и о бувщик мало говорят. Потому что сейчас уже столько профессий возникло, что я, например, считаю, даже и пускай сапожник. Ну, у нас в нашем сейчас веке никто уже о сапожнике не говорит. Это уже как-то не принято, скажем. О бувщике говорят. «Техникум легкой промышленности» создался 10 мая 1945 года. После небольшого перерыва в декабре родился я, и моя жизнь проходила все время в Минске. Учился в Минской школе в 1932-1960-е. После школы поступил в 1962 году в колледж техникум, вернее, легкой промышленности. И учился 4 года. После окончания техникум был определен работать мастером производственного обучения в мастерске. И в 1971 году перевели меня на преподавательскую работу. Вот с 1971 года по сей день работаю постоянно преподавателем в колледже. И по одной специальности все эти годы работаю. Занимаюсь преподаванием технологии производства обуви, частично конструированием обуви. Но в основном занимаюсь технологией производства обуви для среднего специального звена, то есть для колледжа. И частично работаю с профтехобразованием за последние годы. И вот у меня сложилась такая ситуация, что отдел кадров обижался, почему в трудовой книжке одна только запись принят и ушел на пенсию по назначению. Все были удивлены. Но потом получилась ситуация такая, что пригласили меня поработать по этой специальности. Ну, я и продолжаю пока работать по этой специальности в данный момент. Значит, ну, мы знаем, что в любой обуви всегда есть стандартные детали. Это носок, задник всегда есть в обуви. Или туфли, или ботинки, или полуботинки всегда есть. И есть основные детали, которые создают конструкцию обуви. В сапогах это одни детали, у ботинков, в полуботинках другие детали. И вот мы, когда им раздали, я им вот отрезаю низ, вот подошву, отрезаю. И вот открываются внутренности этого ботинка. И подкладка, и в пяточной части, и в носочной, и задник, и под носок. Все есть. Я заберу, какая бы ни была обувь, детская, женская, мужская, всегда эти есть детали. Всегда есть. Эта одна деталь служит для чего-то, эта деталь, эти детали служат. Ну, и, соответственно, конструкция заготовки имеет какие-то украшения, оформления. Вот здесь шнуровка, здесь вот тоже шнуровка, здесь вот крючки есть, как я говорю, вот в хоккейных ботинках, ботинках для фигурного катания. Там и блочки, и есть крючки. И вот мы разбираем эту обувь, потом обратно ходим, как ее собрать, эти детали, как, чтобы получилась обувь. Вот так мы с ними работаем вот такими вот. Вот, 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 полуботинки были, ну, вот, кроссовочки детские. Вот, ну, все мы это работаем. Вот так вот. Чтобы выучиться на хорошего сапожника, вовщика, надо полюбить эту профессию. Полюбить, войти в эту профессию, тогда, если будешь с уважением относиться к каждому предложению технологии, к каждому действию из технологии, всегда это будет. Но если ты думаешь только отучиться и забросить, это никогда не будешь сапожником, понимаете? Главное, чтобы полюбить это дело. Поэтому я, как начал вот работать с технологией, так я всю жизнь и работаю с технологией. Я вспоминаю такую байку, когда раньше говорили, надо выбирать профессию как женщину, как жену, раз и навсегда. Так у меня вот и получается такое, раз и навсегда, вот. И, наверное, и закончится на этом. Несмена будет постоянно эта профессия. Мои говорят, ой, 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 я говорю, ладно, мне важно знать, с детьми работать, и я получаю массу удовольствия. Понервничаю, понервничаю, потом спокоишься, посмотришь на них, подумаешь, что-то, что-то перекроишь. Ну, в конце концов, находим контакт и живы-здоровы пока. Качество обуви зависит от многих факторов. Начинаю от разработчика колодки, от разработчика моделей и потом от разработки технологий и оборудования. Потому что за последние годы мы, ну, не мы, а наша промышленность обувная, кожа галантерейная, пользуется оборудованием зарубежных стран. Все швейные машины идут с Германии. Ну, Китай сейчас начинает замену делать этим машинам более дешевым. Обтяжно-затяжные машины все из Европы идут. Вот, поэтому все зависит от этого. Конечно, есть машины с компьютерным управлением, ну, наши люди осваивают эти машины и работают. Ну, каждую обувь надо носить в определенных условиях. Мы детям говорим, что назначение обуви определяется условиями носки. Если вы зимнюю обувь будете носить по назначению, она будет дольше служить. Обувь для весны будете носить вовремя, тоже будет. И ухаживать за ней надо. Все, чистить, сушить, просушивать и все. Потому что влага всегда есть, песок всегда есть, всегда есть какие-то потертости. Поэтому уход за обувью – это самое важное. Я, когда закончил техникум в 66-м году, в 70-м году женился. И женился на своей, как говорится, учащейся. Мы три года общались, потом женили в 70-м. И вот до сегодняшнего века, до сегодняшнего дня мы находимся под одной фамилией и под одной крышей. Вот 53 года. 53 года мы вместе. Имею детей. Дочка 75-го года, сын 71-го года, внуков имею. Но прежде всего, чтобы был лад в семье, а это надо уступать. Не надо, высказав какие-то недовольства, брать сразу, как молодые, берут чемоданчик в руки и бегут к маме. Поэтому нужно, даже если живут с родителями, сейчас хотят это, не хотят это же, живут с родителями, но все равно надо находить контакт между собой и контакт с родителями. Тогда будет все в порядке. Не надо обижаться на какие-то там неприличные состояния, но жизнь не живет, жизнь становится все на место. Вот поэтому только я повторяю хороший контакт и уступка. Не знаю, что сказать какой-то девиз. Жить надо по правилам, более-менее. А я не знаю, что тут девиз такой, к чему-то стремиться, чтобы уже такого нет. Главное, чтобы здоровье было, главное, чтобы семья была, главное, чтобы уважение было в коллективе, чтобы работал. Поэтому я и не ухожу с коллектива. Как-то пытался год уйти, так все равно говорили. Я говорю, ну ладно, пока хожу, пока дышу, буду ходить сюда. Субтитры сделал DimaTorzok